15 августа в мире отмечают День бездомных животных. С каждым годом этой проблеме уделяют все больше внимания. Появляются новые организации и общества. Открываются приюты, принимаются законы. Накануне праздника мы расскажем о тех, кто помогает собакам и кошкам в Первоуральске. Сюжет Екатерины Котельниковой. Сейчас она беззаботно играет, но еще неделю назад щенок едва не погиб под палящим солнцем без еды и воды. Ксения Вдовина, ведущая рубрики «Гороскоп» на нашем телеканале, нашла малышку в Анапе во время своего отпуска. Маленькое животное лежало на обочине дороги. Ксения не смогла пройти мимо и тут же начала искать на курорте приют или передержку, но безрезультатно. В итоге помощь щенку согласились в частной клинике. Нам выставили счет и дали понять, что они могут продержать его у себя только неделю, а дальше судьба, что с ним будет, непонятно. Пока щенка лечили в клинике, Ксения пыталась найти ей хозяев в Анапе, но в незнакомом городе это оказалось нереально. Тогда девушка решила забрать малышку с собой в Первоуральск. Вертились в авиакомпанию, как можно провести щенка с собой, договорились обо всех тонкостях и начали оформлять документы, проходить всех врачей. Теперь щенок ей дали кличку Шер, член семьи, в которой, кстати, уже есть собака, спасенная от жизни на улице. Рафаэль – бывший подопечный Первоуральского приюта для животных, которому Ксения часто оказывает помощь. Накануне Международного дня бездомных животных волонтеры, а это не только сотрудники приюта, стараются вновь обратить внимание общественности наброшенных кошек и собак. В Первоуральске заботой о них занимается общество защиты животных. Уже 13 лет они организуют работу приютов и передержек. Зоозащитники говорят, хоть в стране и приняли закон об ответственном обращении с животными, проблема бездомных животных стоит очень остро. Закон, я бы сказала, что он не до конца продуман, он не работает. То есть в нашей стране бездомное животное, да и любое животное, оно, в принципе, ничем не защищено. За то, что животное оказалось на улице, ответственность не предусмотрена. В Уголовном кодексе есть статья «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает наказание за истязание зверей. Максимальное – 5 лет лишения свободы. Но зоозащитники говорят, что доказать вину людей, из-за которых животные получили травмы или погибли, очень сложно. Это очень долгий и трудный процесс. В основном все наши дела, которые мы пытались возбудить по этой статье, они закончились с невозможностью возбуждения уголовного дела. То есть положительного решения на нашей практике нет ни одного. Как говорят первоуральские зоозащитники, если с собаками вопрос не стоит на месте, на отлов, стерилизацию и вакцинацию выделяются средства в муниципальном контракте, то с кошками дела обстоят сложнее. Кошачье отделение приюта существует исключительно на средства небезразличных горожан. Сейчас оно включает в себя помещение приюта и шесть передержек, в которых живет более 200 хвостатых. На содержание кошек в приюте уходит порядка 60 килограмм сухого корма для здоровых животных и порядка 20 килограмм сухого корма спецдиет для животных с особенностями содержания, с особенностями здоровья. В день бездомных животных принято помогать четвероногим, которые оказались на улице. И первоуральцы могут это сделать, посетив собачий или кошачий приют. А также там никогда не откажутся от кормов и круп для подопечных, теплых вещей и манкулатуры. Екатерина Котельникова, Иван Дроздов, Андрей Волков. Новости. Пероуральск.